Девушки отдыхают 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 Этапом российским этапом Лиги Наций, который здесь состоялся. Но, сами понимаете, в этом сезоне волейбол очень серьезно вынужден был скорректировать свой график. Свернули Еврокубки, не было Олимпиады, Лиги Наций. Сборная, если только и проводили какие-то контрольные матчи, если еще что-то будут проводить. Но вроде бы худо-бедно что-то налаживается. Сейчас проходят матчи квалификации Лиги Чемпионов. В частности, сегодня сыграет московская «Динамо». Решат Гелезудинов на ваших экранах. Если к тому, что он бессменный наставник казанской команды, последние годы мы уже привыкли. Тут к новому названию «Динамо Акбарс» эта самая адаптация должна еще наступить. На позиции Либера у казанской команды сегодня довольно-таки непривычно Анна Котикова. 190 сантиметров, ну потому что основные Либера Анна Подкопаева, в свое время, кстати, выступавшая за «Уралочку» Эмилина Рахматулина. Единственная в заявке команды «Уроженка» Казани в Екатеринбург не прибыли. Ну а все остальные здесь совершенно знакомы, особенно передняя линия. Шестой номер Ирина Королева. Далее две легионерки, две «Саманты», «Фабрис», десятый номер, «Бразильянка» и новичок команды «Саманта Брисио», «Мексика». Под третьим номером Ольга Бирюкова, 18-й, 13-й, прошу прощения, капитан команды Евгения Старцева, чье состояние здоровья беспокоило перед началом сезона. Но имеются в виду старые травмы, старые болячки, но вот все в порядке с Женей, которая как раз сейчас на подачу и выходит. В составе «Уралочки» ну тут очень много незнакомых лиц, хотя в стартовой расстановке. Вот Ксения Парубец, как раз ее первый удачный прием, первая атака и первое же набранное по диагонали очко на позиции Либера. Здесь то Кристина Курносова под шестым номером, хотя Дарья Пилипенко на игру тоже заявлена. Пятый номер в нападении также Богдана Анисова. Девятый, новая связующая Алена Кондрашова, 30-й номер Ксения Смирнова пыталась сейчас блоком зацепить. Татьяна Куликова, новая блокирующая команды, которая в межсезонье перешла из Енисея. Ну и под 30-м номером Ксению Смирнову я уже назвал, а также отметим Ксению Парубец. Ну, собственно, всех остальных уже назвал. Николай Карполь, главный тренер. Решат Гелезудинов, наставник казанской команды, которая, вернув себе подачу, тут же настолько же быстро ее и отдает. Ну, пока понятно, что поначалу все будет равное. Здесь не совсем удачно сыграла Брисия, не добежала, в свою очередь, Евгения Старцева и Ксения Смирнова. Второй сезон она проводит. Это из воспитанниц школы «Уралочки», точно так же, как Татьяна Селютина, которой суждено занять позицию одной из основных пасующих в этом сезоне в команде. Елизавета Фетисова, ну и здесь, конечно же, здесь постепенно подтягивают представительниц молодежной команды, тем более, что по своему возрасту молодежную лигу «Уралочка» уже выигрывает, довольно стабильно это делает. Ну, а что касается Казани, то команда возвращает себе чемпионский титул. Ну, я не буду напоминать, подробно останавливаться на том, как был завершен минувший чемпионат, как определяли призеров. Непростая ситуация. «Уралочке» здесь, наверное, не повезло чуть больше всех, потому что им пришлось в плей-офф пролететь всю страну от Сахалина до Калининграда. Однако все, в конце концов, решилось в регулярном чемпионате в минувшем сезоне, в котором команда до последнего долго-долго вела борьбу за первое место. Их единовластие с Калининградским локомотивом-то, по-моему, месяца 4 продолжалось, если не больше, и только в концовке «Уралочка» чуть сдала. Ну, а в межсезонье команду очень много ведущих игроков покинули. Да тут, по сути дела, где-то даже и новую команду, может быть, «Карполю» предстоит строить. Но пока выясняется, что в результате атаки, точнее, подачи Ксении Смирновой мяч все-таки засыпил площадку, так что сработал повтор Николая Карполя. И пока у него еще остается полная обойма челленджей. Два очка, само собой, это преимущество еще ни о чем не говорит, но «Уралочке» и это нужно хотя бы удерживать. Тем более о том, как необходимо цепляться в волейболе в победы и удерживать, казалось бы, уже завоеванное преимущество. Приводить примеры хозяйкам паркета не нужно. В первом туре, уверенно взяв у Липецка два первых сета 25-11, 25-12, «Уралочка» не только позволила соперницам взять третью партию, но затем Липецк, выигравший в минувшем сезоне высшую Лигуа, втащил игру в тайбрейк, да потом еще и вытащил в свою пользу. Вот, казалось бы, дежурная и перед матчем, и по ходу встречи победа обернулась одним-единственным набранным очком. «Уралочки» уже замена позицией Либера. Здесь уже привычно видеть на этом месте Дарью Пилипенко. В нынешнем составе «Уралочки» получается, что она самая опытная, ну, скажем так, единственная, кто родилась еще в Советском Союзе. В составе «Казанского» «Динамо» к таким относится Евгения Старцева, ну, а также Марина Марехнич, Ирина Королева. Марехнич, правда, пока в игре не задействована, но вот она находится сейчас недалеко от моей комментаторской позиции и вместе с остальными игроками активно своих подруг по команде поддерживает. На передней линии тем временем Коновалова появляется, которая в минувшем сезоне очень неплохо проявила себя в Сахалине. Ну, а здесь диагональ переводят, и в конце концов точный атак Татьяны Кадочкиной. Ну, вот 4-1 постепенно превращается в 4-3, пока не удается «Уралочки» остановить, но тут есть разумное объяснение и в блоке, и в связке новые люди «Уралочки». Понятно, что теоретически может в блоке сыграть и Богдана Анисова, но это ее не основная позиция. Связку приходится строить на ходу. Будет получаться, будет не получаться, но вот сейчас получилось. У Алены Кондрашовой вывести Татьяну Куликову на атаку. Кондрашова перешла в межсезонье в «Уралочку» из «Уфимочки». А Татьяна Куликова из «Енисея». Причем, что самое интересное, Татьяна Куликова свою карьеру начинала и... в Казани. 5-4. И Николай Карполь уже берет тайм-аут. Послушаем наставника. С одной стороны понимает Карполь, что команда так или иначе нуждается в сыгрывании, да и с игровой практикой, с элементарными нормальными тренировками в этом сезоне было особенно непросто. Но аппетит, что называется, приходит во время еды, и когда уже совсем элементарные комбинации не проходят, естественно, нужно вмешиваться. В самом начале, да и при таком относительно непонятном счете. Неплохую силовую сейчас Фабрис заявляла. На излете, однако, мяч сцеплялся. И здесь есть у «Уралочки» возможность на блоке побороться. Завершать будет Ксения. Не самая, конечно, удачная у нее сейчас была позиция, да и удар нормальный сделать не удалось. Но здесь касание сетки у Казани, поэтому у «Уралочки» снова получается. Небольшой запас создать. Под десятым номером Елизавета Котова появляется еще один новичок команды, которая перешла из подмосковного Заречья. Ну вот Котовой и Куликовой, судя по всему, предстоит стать линией основных блокирующих, но пока блок-то как раз и не работает. Все атаки короткими ударами, доставляющиеся туда, на переднюю линию, пока проблем не составляют. Очередное удачное действие в атаке Кадочкиной. Посмотрим сейчас, что Татьяна проявит на подаче. Но здесь довольно-таки простая атака. И хотя сразу не удается Смирновой добить до пола, но и Бриссио пришлось тоже атаковать из непростой ситуации. А «Уралочка» успела перестроиться. И в конце концов пару бец вывели на столь любимый ей «Пайп». Нелюбимый, конечно, именно в такой ситуации, когда приходится атаковать ладонью. Но приходится, приходится в конце концов подстраиваться. А кто, если не Ксения, не капитан команды и в последних матчах капитан сборной России? 38 очков она набрала в матче с Липецком. Но, как мы знаем, этого не хватило. И сейчас тоже не хватило то ли Блоку, догадки, куда сместиться. Ну и Дарья Пилипенко тоже поднять мяч должным образом не сумела. Много-много народу, безусловно, «Уралочки» ушли. Это и Анна Климец, хоть она почти весь сезон пропустила из-за травмы Анисова. Анисова тем временем восьмое очко «Уралочки» приносит. Екатерина Йенина, Татьяна Романова, Екатерина Евдокимова, Вера Саликова, Юлия Максимова, Екатерина Карполь. Да, в общем, почти всю команду можно назвать, по сути дела, из основы «Уралочки», из тех игроков, которые обеспечили команде такой потрясающий рывок, долгое лидерство. И, ну, одной ногой уж, будем откровенны, команда стояла в финале плей-офф, потому что первую-то игру полуфинальную Калининграда выиграла. Вот остались только три человека. Анисова, Парубец и Пилипенко. Можно, конечно, еще назвать Костючек, но она крайне редко появлялась. Ну и Айлама, конечно, еще есть, но пока Карполь задействует. Ох, какой мяч-то сейчас Ира Королева едва не выронила, но, в конце концов, перевела на Бризио, а там Кадочкина на задней линии. Но здесь Котиковой осталось, конечно, только перебрасывать. И второй раз Либера завершает атаку, не в привычной этой зоне. Но здесь Фабрис уже надежно. Не, наверное, логично, что Казань все-таки дотерпела и довела до логического завершения вот эту самую атаку. Ольгу Бирюкову пока не трогают, хотя вроде бы сделала она там сейчас шаг к скамейке запасных. Ну, а Карполь продолжает менять Либера. Такое ощущение, что по очереди сейчас на отдельный розыгрыш выходит. Сначала Курносова, потом Пилипенко. А вот Смирнова блоком закрывают у Королевой. На блоке это точно первое очко сегодня и у всей Казани, и у конкретно у самой Ирины. В атаке у нее, по-моему, еще одно было. Ну и вот на второй круг подающие выходят Евгения Старцева. Ну, пока равенство. И пока даже при всей успешности последних действий в атаке Казани приходится догонять. Ну, а здесь Кондрашова короткую связку на Котову сделает. Тем более, находились-то они относительно недалеко. Присио. Ну, все-таки будем откровенны, на блоке она не так хороша. Тем более, рост у нее такой же, как и у Котиковой. 190. А Елизавета Котова отправляется на подачу. И впервые, впервые в сегодняшнем матче Уралочка ее теряет. Вот тоже, с одной стороны, вроде бы неплохая такая стабильность из девяти подач. Но преимущество пока держится. Во второй десяток Уралочка медленно, но верно входит лидером. Впрочем, Казань это абсолютно не смущает. Тем более, вот Тушу Бриси, вот подача хороша. Сразу выбивает, лишает соперника атаки. А Королевой только этого и надо. Воздух у Куликовой выигрывает. Вся площадка перед тобой открыта. И тут уже можно делать мягкую. Хотя Богдана Анисова почти уже этот мяч выловила. Сравнивается счет у нас 10-10. Немало мы, не так немного мы знаем о мексиканском волейболе, тем более женском. Но вот благодаря Брисиу, может быть, наш кругозор каким-то образом расширится. Во всяком случае, силовые подачи впечатляют. А тут еще и Хадочкина забивает в лоб Ксении Парубец. Три очка подряд за Казанью. В Карполе один тайм-аут уже истратил. А до концовки, до необходимости действительно, брать тайм-аута не чтобы успокаивать своих, а помогать, мешать сопернику далеко. Но здесь помогает сама Брисиу. Не рассчитала разбег. Засту все это отчетливо было видно. Тут и челлендж не проси. Но пока толком невозможно разглядеть, кто там у Уралочки подавать сейчас будет. Подавать именно так сильно, чтобы выбивающая была. У Смирновой получился эйс, но там тоже была небольшая ошибка при расстановке. Но вот загнали вроде бы Хадочкину в угол. Добить сумели. А здесь все ожидали передачи на Королеву. А связка-то пошла совсем в другую сторону. И Фабриста там, по сути дела, и встретить даже было некому. Королева создала сложности Курносовой. Вообще, каком случае, так Хадь смотрелось со стороны. Однако не самый лучший прием обернулся фактической передачей на Богдану Анисову. И здесь даже третьего движения не понадобилось. По 12. Ксения, конечно, мексиканку не выбьет. Заднюю линию подстрахует. А здесь уже ей могут... Нет, Смирновой доверили и сработало. И этот мяч не удается поднять. Но, надо сказать, Смирнова сама хорошо и поднялась. И вложилась-то от души. Там тройной блок миновала. Ну, а здесь, кто бы не закрывал пятую зону, Старцева или менее, более опытная волейболистка. Ну, очень сложно такое поднять, как правило. В десяти случаях, в восьми случаях из десяти здесь забивает. Вот вроде бы цеплять. Уралочка начала и снова. Тринадцатый по рукам. Тринадцатый. Капитан за капитана. Парубец Старцева. 14-12. Проиграв три очка, Уралочка возвращает себе плюс два. Соответственно, пять-один последний отрезок. И уже решату Гелезутинову нужен перерыв. Еще можно попробовать больше кидать. Почему этот перерыв? Здесь, видишь, вот, все равно после этого, старайся доворачивать. Хорошо? А подача пожестче. Пожестче, пожестче не оставляй. Хорошо? Давайте наружу несколько минут на так. А подачи. Действительно, активизация игры в защите, в первую очередь, подстраховка. Сейчас нужна Казани для того, чтобы соперника сначала остановить, а потом снова сделаться хозяевами положения. Еще раз напоминаю, в прошлом году Уралочка единственная команда, которую Динамовки так и не сумели обыграть. Ну, поражение в первом туре на Сахалине не считается. Туда все-таки отправился молодежный состав. Я напомню, что в прошлом году команды встречались с кем-то только по одному разу, потому что там все было разбито на дивизионы. И поэтому встречались соперницы только в Екатеринбурге. Тогда Уралочка выиграла. Таким образом, давненько уже Казань не побеждала в Екатеринбурге. Проиграла она, в частности, весной 19-го года матчей серии за третье место. Саманта. Ну вот сработал тайм-аут, потому что сначала блоком закрыли атаку Уралочки, а затем выбивающая подача. Эйс пока. Выход на вот мяча в игру Фабрис и Брисио. Видите даже, какие имена? Фабрис и Брисио. Это тяжелая проблема для Уралочки. Два эйса подряд. 14-15. Дважды от Богдана Анисовой. Ну вот по три захода получилось на подачу. Сначала у Брисио, потом у Фабриса. На каждом третьем происходит ошибка. Заступ, попадание в сетку. Оторваться более чем на два очка. Акбарсу пока не удается. Но тут же довольно-таки простую подачу не удается выполнить Татьяне Куликовой. Кстати сказать, она тоже в свое время играла в Казани. Начинала карьеру. Два сезона в ее активе в составе казанской молодежки с 2011 по 2013 годы. И в последнем были завоеваны серебряные медали молодежной лиги. Ну и так-то Валерия Харлова еще три сезона провела в Казани уже в основной. С 16-го по 19-й. В 17-м выиграла золото молодежной лиги. В 18-м и в 19-м серебро. Победы в этом же молодежном сезоне одерживала Уралочка. Анисова с приемом у нее сегодня не очень хорошо. Но атаки завершает. Обманный удар Ксении не прошел. Здесь Котика вовремя успела закрыть позицию. Ну тут решать, естественно, должна была Фабрис. Просто не удалось направить мяч в нужную точку. Вряд ли там возникли бы какие-то проблемы со стороны блокирующих. Но чего теперь гадать? Нужно исправляться. И вот Фабрисио между двумя игроками передней линии точно атакует в конец. И по 17-ти. Замены сейчас, похоже, пойдут. Татьяну Селютину, в частности Николай Карполь, поднимается скамейки запасных. Это представительница второй команды. Уралочка Ургео. Кстати, не так давно здесь же, во дворце игровых видов спорта, состоялся полуфинальный раунд. Не полуфинальный, еще предварительный раунд Кубка России. И две Уралочки заняли первое и второе место. Причем в последнем матче молодежная Уралочка обыграла первую. И для первой команды это стало единственным поражением. Но впереди полуфинальный раунд. Там уже команды, естественно, разбиты по разным квартетам. А Блок тем временем работает. Елизавета Котова. Тут даже музыку включают про Монстр Блок. Здесь только Таисия Коновалова осталось переглянуться вместе с Брис. Отправляют и снова в разминочную зону. Ровно год назад, если не ошибаюсь, например, в это время, когда Уралочка проводила первый домашний матч в Екатеринбурге с Сахалином. И как раз тогда Таисия Коновалова в составе Островичанок оказалась одной из самых результативных. И мы тогда с коллегами разговаривали. И вы не поверите, но уже тогда делали ставки. Но в каком топ-клубе она окажется в следующем сезоне? Ну, вариантов, конечно, было немного. Уралочка вряд ли. Там сразу же пошел разброс между Казанью и Динамовками Москвы. Хоть у последних откровенно минувший сезон и не получился. Калининградский локомотив все-таки тоже как-то рассматривался. Ну и вот, пожалуйста, Таисия Коновалова готовится к своему дебюту в Лиге Чемпионов. Там жеребьевка уже состоялась. Соперники известны. Ну, об этом как-нибудь уже в свое время поговорим. Тем более у нас приближается концовка. И продолжаются волейбольные качели. По-прежнему никому не удается оторваться больше, чем на два очка. И Николай Карполь снова обращается с просьбой относительно видеопросмотра. Ну, что там, касание сетки, возможно, было? Ну, вот как раз та самая пауза и наступила. В этом сезоне в Суперлигу из Высшей зашли аж три команды. Это Липецк, Тулица и Нижегородская Спарта. Вот как раз с двумя из них Уралочка и Казань в минувшем туре и встречались. Уралочка проиграла Липецку. 2-3, а Казань со Спартой легко справилась. Пока работают просмотры Николая Карполя. И самое главное, остаются у него в запасе. Однако у решата Гелезудинова есть свой контраргумент. Не исключено, что там был заступ или переход средней линии. Вот как раз Ксения Парубец на правах капитана сейчас идет к арбитру на вышке. Кстати, социальную дистанцию соблюдают. Хоть арбитры не в масках. Ну, основные судьи имеются в виду. Просмотр короткий, что в том, что в другом эпизоде. Но здесь заступа, естественно, никакого не было. Смотрите, запас довольно-таки большой. И Уралочка начинает концовку с преимуществом уже в два очка. Довольно-таки спокойно чинулась первая партия. Ничего особенного в ней даже и запомнить нечего. Николай Карполь там тем временем о чем-то спорит с инспектором матча. Вот и второй судья успокаивает Николая Васильевича. Ну, понимают прекрасный Карполь, что Келезудинов специально взял эту паузу, чтобы тайм-аут не тратить. По одному перерыву, напомню, у наставников осталось. Но сбить с подачи Кондрашову не получилось. А вот атака у «Динамо» прошла в классическом стиле. Быстрая передача и опять никто не сумел закрыть Королеву. Не туда снесла руки Ксения. Ну, а Леня Кондрашовой, хоть там пасующий, предъявляет претензии Николай Карполь. Но что здесь еще можно было сделать? Только уповать на то самое оставшееся в запасе очко. Что творит сейчас Кадочкина? И Брисио-то как перехитрила сейчас тройной блок. Уж казалось бы, все, в угол ее загнали и некуда там двигаться. Но как же она хитро подсекла мяч. Нужно выйти, прыгнуть и ударить. А не рано, нормальная передача была. Она сейчас ошиблась, что не подстраховала. Это Яшик. А то, что ты не забила, потому что вышла радость. Внимательно. Все, давай, давай, давай. Эй! Пока Николай Карполь, как всегда, действует профессионально. Уверенно, вдумчиво, ничего лишнего. Если что, есть еще два челленджа. У Решата Гелезудинова один сгорел. Но есть еще один тайм-аут. И не исключено, что он ему понадобится. При таком течении игры больше-меньше тоже нельзя исключать. Старцева переходит на планер. Здесь тоже все довольно-таки просто. И Ксения в результате попадает под двойной блок. Королева с Фабрис. Собственно говоря, сделали то, что в предыдущем розыгрыше Уралочка осуществила в отношении Бриссио. Только мексиканка сумела найти выход из положения. А вот Ксения Парабет здесь, если это случилось, прямолинейно. Ну, тут Смирновой, как говорится, забивать велели все. И Бог, и Царь, и Карполь, и в первую очередь сделавшие ей точную передачу Елизавета Котова. И тут уже Гелезудинову предстоит разобраться, как так нападающие команды соперника осталось до чистой сетки. А тут еще Котиковый по рукам, скользнув мяч, дарит Уралочке очередной эйс. 22-21. Все очень своевременно. Ну, вот Котова, получается, сыграла удачно, а Гелезудиновой теперь уже без перерыва не обойтись. Поиграй, я не имею в виду пришелку. Сейчас снятся, сейчас снятся. Давай, бьем, бьем, бьем. Давайте, надо. Пока ни то, ни другой команде не удается поставить перед соперником какие-либо серьезные неразрешимые задачи. У Уралочке более-менее все получается. Казань играет на таком довольно-таки низком темпе в энергозатратном режиме. И судьбу матч, как правило, решают определенные миллиметры. Ну, вот здесь этих самых миллиметров не хватило Ирине Королевой. 23-21. Ну, Уралочка уже трижды в этом сете упускала преимущество в два очка. Поэтому, естественно, им только сейчас концентрация, только концентрация. Ну, Котова, конечно, вот этой серией подач заставила действовать. А Смирнова снова работает на блоке. 24-21. Тройной сейтбол в концовке. Все-таки, когда Фабрисио и Брис в одиночку разводят по углам, в этом шанс у Уралочки. Ну, может быть, один в один проще действительно действовать. Но хотя, как угадаешь, когда тройной блок ставить? А здесь Фабрис вовсе без атаки остается. У Уралочки появляется шанс. Анисова. Но пока еще остается мяч в игре. Фабрис забивает. И вот как раз сейчас на подаче мексиканка Саманта Брисио. Серия из трех у нее была в предыдущем заходе. Но сейчас трех для победы в партии не хватит. Но двух для того, чтобы сейтболов соперника лишить, будет вполне достаточно. Но и ошибаться нельзя. Аниваут ли летела сейчас? Да неважно. Смирнова атакует. Мяч теперь уже точно улетает в аут. И пока Уралочка в этом сезоне все первые партии матчей выигрывает. Но, как показал предыдущий поединок с Липецком, этого не всегда бывает достаточно. Хорошая атака, хорошо проведенная Екатеринбурженками концовка. Если они и дальше так будут играть, ну, как минимум, не сильно отпустят соперника. Но тут весь вопрос в том, что Казань так дальше играть не будет. Если в целом характеризовать первую партию, то здесь шел обмен атаками, самыми разнообразными. Ошибок каких-то грубых было по минимуму. Больше, чем на три очка. Всего один раз Уралочке удалось оторваться. Это было в самом начале сета, когда было 4-1. Чемпионкам страны, в свою очередь, больше, чем на два балла опередить соперниц не удалось. И хотя в концовке они дважды отыгрывали минус два. Но серия подач Елизаветы Котовой в самой концовке и удачная атака Ксении Смирновой, оставленной на чистой сетке. Ну, наверное, вот тот эпизод, когда она один в один с площадкой осталась и сравняла счет, тоже оказался решающим. Ну, плюс, не будем забывать, что у Николая Карполя и таймаута оба оказались взяты своевременно и сработали оба запрошенных видеочелленджа на предмет эйса у своих и касание сетки у соперника. 25-22. Динамо Акбарс проигрывает первый свой сет в этом чемпионате. Я напомню, кстати говоря, что сегодня в Екатеринбурге также стартовала Высшая Лига А в этом же здании, в блоке Б. Как раз в эти минуты Уралочка 2 УРГ играет с Сахалином. Раньше же встречались Московские Лучи и Тюмень, 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 Тюмень. Завтра Уралочка играет с Московским Лучом с Сахалином в субботу. И в воскресенье с Лучом. И все матчи можно смотреть в интернете на канале tvstart.ru. А подробное расписание можно найти на официальном сайте Уралочки и официальных аккаунтах клуба в социальных сетях. На Лиге чемпионов хотела вам рассказать о результатах жеребьевки. Стартует она, ну, групповые этапы в ноябре. Квалификация это сейчас проходит, сентябрь-октябрь. Уралочки достались соперники французский Нант, итальянский Канельяно и Фенербахчи. А Казани итальянская Навара, польский Хемик и чешский Аламоус. Для Казани, считай, группа проходная. С Наварой, конечно, будет непросто. Но первое место занять, которое железно гарантирует выход в плей-офф, это вполне по силам. А Уралочка начинает вторую партию с очередного эйса. Но, собственно, Елизавета Котова так никуда и не уходила. С подачи. Вместе с Кристиной Курносовой, напомню, Котова в межсезонье перешла из подмосковного Заречья. Но именно Котову сейчас. Динамовки выбирают мишеню для своей атаки. Четко в линию атакует Фабрис. Понятно, что вечно все, что летит в пол, Казань пропускать будет, надеяться не стоит. Старцева продолжает подавать планером, но это позволяет выстроить атаку. И Ксения четко атакует по диагонали. Пока видно, что Алена Кондрашова ищет варианты. У Скотовой у них вроде бы связка сработала. Понятно, что Парубец удобнее атаковать, когда она по центру. Но в том-то и штука волейбольной расстановки, что она требует универсализма. Ну вот здесь Фабрисио дарит сопернику атаку на халяву. Однако Парубец поднимает. Следующие попытки бразильянка атакует. Уже более опасно, но Уралочка справляется и здесь. Отыграться от блок Парубец не удается. Розыгрыш рискует затянуться, но здесь Смирновой на задней линии нужно было только руки поменять. Однако на раздумье было всего лишь несколько секунд. Да, несмотря на очень серьезные изменения в составе и на отсутствие такой еще идеальной стопроцентной сыгранности, но пока Уралочка ни в чем вот именно по игре, Динамо не уступает. А в чем-то даже и превосходит. Но вот Ибрисия не может явно занести этот розыгрыш себе в актив. 3-2. Елизавета Котова вместе с Кристиной Курносовой отправляются на замену. Ну вот сейчас еще один эйс. Теперь уже у Ксении Парубец получается. 4-2. Вторую партию подряд набирает четвертое очко. Уралочка при этом превосходит соперника либо двукратно, либо четырехкратно. Ну и вот сейчас вы, наверное, слышите эти радостные крики. Дело в том, что во второй партии разминочная зона Уралочки находится рядом с моей комментаторской позиции. Мы, конечно, социальную дистанцию соблюдаем. Я тем более в маске, поэтому уж извините за такой немного приглушенный голос. Но здоровье в первую очередь наших спортсменок превыше всего. Потом уж свое собственное. 5-2. Ксения Парубец остается на подаче. Два брейковых очка Уралочки. Ну и начало второй партии. Пока что из разряда мечта. Понятно, что когда-нибудь Казань все равно построит свой первый темп. Она сегодня не так активно его задействует. Но здесь Старцева одной рукой дотянулась. В тот момент, когда Королева уже была в воздухе. Но дальнейшее для Иры это дело техники. Подача сегодня пока не особенно летит. Именно у Котова и Анисову-то как загнали. И Куликова попадает в дальний угол площадки. Богданов последних розыгрышев действует не благодаря, а вопреки. То мяч после неудачного приема. Отлетающий она превращает в голевой передачу. И атака заходит сразу в два движения. Еще какой-либо вариант. Ну а в Казани замена. Елизавета Попова меняет на связки Евгению Старцеву. 2002 года рождения. Елизавета Попова. Ну, на данный момент это самый молодой получается участник. В сегодняшнем матче. Ну, во всяком случае, из тех, кто находится на площадке. Уралочки самая молодая вообще из заявки на сегодняшнюю игру. Мария Протских. Блокирующая. Но она пока не играет. И исключено, что даже не будет ее сегодня Карполь задействовать. Ну, либо если вот такой разрыв в счете будет где-нибудь там в концовке третьей партии. Давай! Активнее, агрессивнее, бодрее, агрессивнее. Давай, давай, давай. Не расписай, не щи щи щи. Ирину Королеву я даже по голосу узнаю. Язык так и тянется назвать ее девичьей фамилией Заряжка. Под которой она шесть сезонов, если не ошибаюсь, в Уралочке отыграла. Пару раз мы с ней обстоятельно беседовали в рамках моей программы на местном радио. Куча всяких историй. Разоблачила она поэтические таланты одной своей одноклубницы. Я не буду называть имя одноклубницы. Но когда она тоже пришла ко мне на интервью, я сказала, вот правда, что мне Ира Заряжка говорила, ты стихи пишешь? Она говорит, ну, получит она потом. Не знаю, получила или нет, но в следующий же сезон Заряжка ушла в Казань из Екатеринбурга. Да, вот такие бывают истории, ух, как справляется-то сейчас Богдан Анисова с мощнейшей подачей. Фабрис. А дальше довести до пола удается. И хотя вроде бы не согласны с этим Казань. Но к видеопросмотрам никто не обращается. Анисова в линию еще не подавала. Как Смирнова-то подстраховали. Успевает Дарья Пилипенко и этот мяч в игре оставить. Еще подняли. Да что творит Уралочка в защите-то? Две такие атаки. Куда мяч попадает? Все-таки вау, как же обидно, наверное, сейчас болельщикам Уралочки. Потому что два таких спасения в защите, когда там думать уже не столько об атаке, сколько мяч бы в игре оставить. И вот Дарья Пилипенко сейчас отправляется передохнуть. Ну, видно, что просто раздосадована. Здесь тоже могло повезти и тем, и другим. Ну, и просто прошивает сейчас Татьяна Кадочкина линию обороны Уралочки. Ну, вот два очка постепенно Динамо Акбарс отыгрывает. Хотя предыдущий розыгрыш, он так образно говоря, эмоционально идет за два, а то и за три. И снова трос едва не помогает Казани. Спивает Фабрис, отработает в защите. А здесь помешали друг другу Котикова и Брисе. Помешали в попытке помешать мячу опуститься на площадку после удачного блока Ксении Смирновой. Однако Решат Гелезудинов еще оставляет надежду, что там было касание сетки или заступ. Ну, а мы пока видим, как активно Фабрис настраивает подруг по команде на должный темп. У Николая Карполя есть повод для лишнего разговора. А, там еще в предыдущей атаке Ксению Парубец подозревали в заступе. Ну, пока на все запросы Решата Гелезудинова видеопрограмма отвечает отрицательно. Таким образом, только один челлендж остается. И плюс еще надо где-то искать три очка. А теперь еще и четыре. Ксения Парубец. Наступает всегда в игре такой период в Уралочке, когда большую часть атак завершает именно она. Тем более, что сейчас самый главный такой инстинкт убийцы в команде именно у Ксении. Здесь, опять же, капитанский пример делай, как я, очень важен. Без ошибок на подачу, конечно, не обойтись. Но факт остается фактом. У Казани сегодня оторваться на три, уж тем более на четыре очка пока не получалось. Кановалова. Ну, здесь первый темп, но как закрыла-то Попова сейчас к Синью Парубецу. Вот это действительно монстр блок. Вот это действительно красивый, впечатляющий момент. Возможно, Парубец атаковала в нее, потому что прекрасно знала, как действует Королева. Да и руки там уже готовы были перекрыть траекторию полета мяча. Относительно Поповой какие-то надежды еще были. А теперь уже под двойной блок попадает. Ну, вот и Королева. Вот две попытки. Пыталась, пыталась Ксения сначала через одну, потом через другую. Так и не получилось. И от преимущества Уралочки всего очко. Тайм-аут Карполя. Зачем нужно было пасовать Синью? Кому пасовать? Ей, конечно, ей. Я сказал, доведем хорошо первому темпу. И справиться с нее, спросим. Но нельзя же так рисковать. Внимать! Давай, давай, отпускай! Да, действительно. Прямолинейно и очень рискованно Уралочка провела две последние атаки. И загонять пусть и своего капитана, лидера и главного бомбардира под двойной блок. Да, тем более, пройти который не получилось с первой попытки. А затем и вторая провалилась. Не самый хороший ход. Терять преимущество, конечно, и Уралочки, и всем остальным не привыкать. Но остается еще одно очко. И, конечно, сниматься с подачи нужно. Тем более, когда получился переходящий мяч. Но здесь Ксению задействовать уже не стали. Уж если у Смирновой получается сегодня хорошо атаковать с правой по центру, так почему бы и нет? Даже если против тебя сама Ирина Королева, там можно руку в руку направить. И отскок уже такой, что... Даже с реактивным двигателем не догонишь. Только какую-нибудь экстренную спасательную службу на квадрокоптере заказывай. Очень непростой мяч. Сейчас пришлось Фабрис атаковать. Однако силу она вложила от души. Котикову с площадки чуть не выбили. Попова подбирает. Кадочкина. Не так сильно. Парубец снова загнали в угол под двойной блок. Фетис Попова там, по-моему, успела два подряд движения сделать, преодолев под несколько метров. И опять Смирнова. Кадочкина и тут догоняет. Да, пожалуй, пока это самый длинный розыгрыш. И, конечно, здесь тоже все пойдет за два. Ну что и этот Казань поднимает. Брисия там уже просто на отбой. И опять Парубец под блоком. Здесь, по-моему, сами арбитры сейчас разбираются, что там было. Нет, антенну мяч не зацепил. Но вот так получается, что Ксения Смирнова в нужный момент подключается и работает. Здесь Котова чуть-чуть не дочинулась. Но тут все довольно-таки стандартно. Попова уверена в Заряжка, в Королевой. Тут даже и придумывать особо ничего не надо. Хотя изобретательность фамилий. Попов, Королева. Изобретательность фамилий так и требует каких-то технических и импровизационных ассоциаций. Но играй попроще. Анисова из такого расстояния едва не добивает. И какой блок сейчас Фабрис пройти не удается. Вот это Татьяна Куликова. Силу удара Фабрис, конечно, никто не умаляет. Здесь сомнений никаких. Но попасть именно под такую атаку не всегда приятно. А здесь просто не успели Парубец и Куликова надежный стык организовать. Вот видите, там Ксения фактически один в один была. А Татьяна к ней присоединилась, когда мяч уже приземлялся. Но по-прежнему на таком относительно безопасном расстоянии двух очках спортивной дистанции Уралочка соперника держит. Шаткой, шаткой, безусловно, преимущество. А подача в Брисе очень даже хороша. Тем более Парубец атакует в аут. А нет, это Смирнова, Смирнова, прошу прощения, была. Чуть ли не первая у Ксении такая серьезная ошибка в атаке. Серьезная в том плане, что случается не в самый подходящий момент. Брисе никак не удается с подачи сбить. Сложнейший сейчас мяч вытаскивает Кондрашова. Из атаки Уралочка остается. Ну и статус-кво восстановлено. Хадочкина пока получается самая результативная в атаке у Казани. Причем опасна она одинаково из диагонали, из центральной зоны. По максимуму смягчила здесь блокирующая атаку Парубец. И аут, в свою очередь, уже у Динамо. Посмотреть просит Гелезудинов. И рискует, потому что если... Если мяч в площадку не попал, то таймаутов у динамовцев больше не останется. Ну сложно было и с моей комментаторской позиции заметить, куда там приземлился мяч. Здесь действительно нужна техника. Ну редкий случай, когда Николая Карполя особенно хорошо слышно. Представляю, как сейчас, конечно, непросто многим болельщикам. Ну, отсутствие зрителей на трибунах Дивса связано не только с эпидемиологическими ограничениями. Тут еще сам по себе ремонт ремонт в дворце. Мяч в площадке. Зацепил он все-таки линию. И остается еще у Решата Гелезудинова один таймаут. По-прежнему Бриссио уверенно. Но и Смирнова второй подряд атаку не забивает. На сей раз, правда, расстояние до сетки было далекое, а удар не самый сильный. И таймаут Карполя. Минус два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты могла ей пасовать сейчас? Ей на отсечении, когда она выходит, не нужно пасовать. Ясно? Она зону и ты дать не можешь зону. А тогда даешь ей, когда она играет с ней. А сейчас трес сыграет. И четвертую зону даже не снимать. Да, женский волейбол, само непостоянство. Это знаете, как тезис, знаменитая шутка, сколько уж ей там лет, с какой она бородой обросла. Как понять женщину, том первое, сколько всего этих томов. Ну вот она, непредсказуемость женского волейбола. Я, кстати, когда с Ириной Заряжко беседовал после победы женской сборной России на чемпионате Европы 2015 года, помните, какой там был финал, когда минус 9 едва не превратилась там в проигрыш. Я спросил у Ирины, ну это вот что было? Она говорит, это мы, это девчонки, вот так играют в волейбол. Ксения Парубец на подаче. А подача Уралочки сейчас нужна для того, чтобы серьезно возвращаться в игру. Бриссио с подачи сняли. Этот кое-как подняли. А Анисовой удается только перебросить. Этот мяч оказался в мертвой зоне. То ли нарушилась расстановка, то ли Динамовки ее очень удачно растянули. 16-14. Но вот теперь уже Казань на относительном расстоянии начинает держаться. Правда, но тут же сокращается до минимума после ошибки Ирины Королевой на подаче. Куликова без риска. А Кадочкину все еще не получается закрыть. Очень удачно она сейчас на передаче Поповой подстроилась. Но Попова пока очень удачно заменяет, в свою очередь, Евгению Старцеву и Фабрис. Но может быть решающий в какой-то степени отрезок. Если ей хотя бы один эйс удастся, то дальше Уралочке уже будет непросто. Впрочем, Анисова и в атаке забить не смогла. А потом не успела поднять мяч в защите. Ну и вот первая серьезная замена у Николая Карпуля. Вера Костючек, нападающая, которая, кстати, совсем скоро, 27 сентября, день рождения. Родилась она в 2000 году, но не успеют провести замену. Попадает Котова, показывают арбитры. Да, попал, попал мяч в площадку. Вот мы это видели на повторе. Но там, собственно, никто и не спорит. Встанье Акбарса. Кадочкину пытались выбить сейчас с подачи, но только разозлили. Моментально она заказала себе связку от Бриссии. И дальше уже все было разыграно как по нотам. А теперь еще и подача. Ну вот это, пожалуй, не самый сильный в сегодняшней встрече элемент в игре Кадочкиной. Парубец там зацепила, по-моему, все, что только возможно, кроме площадки. А теперь еще и встретилась руками с мячом тогда, когда этого было не нужно. Ну вот так, четырехочковое преимущество. Теперь уже у Динамо. Кадочкиной удалось задержаться на подаче. И теперь, конечно, у Ралочки будет очень и очень непросто. А стоило ли трогать этот мяч? Опять же, могут задаться болельщики вопросом. Даже с моей позиции, расположенной у самой площадки, вроде бы просматривался аут. Вот минус пять. Карполь берет тайм-аут. А нет, не тайм-аут. Очередной просмотр. Ну, этот перерыв Николай Васильевич, естественно, взял для того, чтобы установку сделать подопечным. Перерывы-то закончились уже. Ну, это первый челлендж Карполья, который не сработал. Не было заступа. Но вот давно таких хороших, сильных, что называется, мясных ударов не было у Ралочки, которые уничтожают все на своем пути. Вот нечто подобное у Ксении Парубец было в предыдущей атаке. Но там сначала смягчилась сетка, а потом задержали блокирующие. И самая удачная подача у Кондрашовой. Но там, правда, Бриссию неудачно в угол загнали. И вот подряд две точные атаки. От Елизаветы Котовой. 18-21. Есть надежда на концовку. Состоится ли она для Уралочки, в конце концов, мы пока не знаем. Но обманный удар не проходит, так что подарен шанс побороться. Правда, Кадочкина надежно на задней линии. А Саманта Брифа Брисс без всяких проблем атакует поверх блока. 22-18. Ну вот, действительно, стали сильнее атаковать, надежнее делать связку и надежнее играть на блоке. Волейболистки Казани. Тут Котова, смотрите, уже где мяч принимает. Анисовый двойной блок пройти не удается. Повезло, конечно, здесь Ксении, что мяч перевалился через сетку, а там Королева на мгновение потеряла его из виду. Но эти три очка все равно в запасе. И вот как раз сейчас Елизавета Котова на подаче. А ведь именно серия ее подач решила все в пользу Уралочки в концовке предыдущей партии. Здесь, конечно, подавать придется невероятно много. Куликова-то как в защите закрыли. Но вот здесь, со второй попытки, она уже дает повод для радости и даже для таких ритмичных танцев своих подруг в разминочной зоне. И попадает еще раз Елизавета Котова. Две серии подач 21-22. Тайм-аут возьмет, конечно же, Решат Гелезуддинов. Но Уралочка сама себе дарит шанс побороться. И, по сути дела, концовка сета только начинается. Ясно тебе? Давайте повнимательнее. Цем тоже всегда готово. Когда выбитый мяч, качество, да, и хорошо не надо тут загонять цем. Давай, 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 давай. Неужели все дело в подаче? Неужели именно подачи столько всего и всегда решают? Статистика вещь упрямая. Как, впрочем, и факты. Ну что, перерывов больше ни у кого не осталось. Но шанс вернуть в игру в относительно равное русло, конечно же, остался. Как атаку Саманты-то Котова сейчас подняла. Ну там такие отскоки. При том, что игроки Уралочки оказались развернуты. А Динамовки-то наоборот. Нам все смотрели лицом вперед. И, конечно, повод для того, чтобы там уже Елизавета Попова организовала свой победный танец, было предостаточно. С трудом Уралочка удерживает сейчас этот мяч. Казань очень близка к сетболу. И она его зарабатывает. Скользнул сейчас мяч по рукам. Ксении Смирновой. Ну что, в первой партии Уралочки был тройной сетбол. Сейчас ситуация зеркальная. И счет сравнивается, потому что переходящий мяч, потому что выбивающий прием у Казани получился. Ну что, 25-22. Первый сет берет Уралочка. Во втором Динамо возвращает игру в привычное русло. 21-25. Уралочке снова не удается в три партии уложиться. Но, впрочем, перед этой игрой на подобное, наверное, никто и не рассчитывал. Каждый из них вызов. Я хороший вызов. Я заражаю 6-10-й скрыт. Я применю. Лучший. Богу. Я дядя. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вы смотрите самые интересные фрагменты второй партии, которую казанская Динамо Акбарс выиграла со счетом 25-21. Собственно, по сюжету второй сет мало чем отличался от первого. Столь лишь разница, что представительцам Татарстана удалось наконец-то по ходу сета оторваться и на три, и даже на четыре очка, и на пять. Но Уралочка в концовке вроде бы, благодаря серии подач Елизаветы Котовой, вернулась в игру. Тем не менее, удачное действие на блоке Ирины Королевой. Очень удачный выход на замену Елизаветы Поповой вместо Евгении Старцевой. Ну и, конечно же, серия подач Саманты Брисио, мексиканского новичка Динамо Акбарс, предопределили игру. Плюс у Уралочки еще не совсем отлажены взаимодействия между связующими диагональными. Вроде бы Кондрашова придумывает что-то правильно, а и Куликова с Кондрашовой, и Куликова с Котовой всегда готовы к ней на помощь прийти. Веру Костючек, Николай Карполь так, по сути дела, в игре нормально задействовать и не успел. Она, по-моему, так-то площадки-то в итоге и не появилась. Ну, в общем, что получилось, то получилось, скажем так. Так, пока, благодаря тому, что что-то получается, командам и удается зарабатывать очки. Ну и наиграли пока на обмен партиями. Само собой, третий сет прояснит многое. Но не исключено, что нам снова придется наблюдать за игрой. До победного, как говорится. До максимально победного исхода. Таисия Коновалова начнет третью партию. Попова Королева, Бриссио на передней линии. У Динамо Акбарс. Ну и дальше Фабрисы Кадочкина. В принципе, тоже состав не назвать совсем уж стопроцентно оптимальным. Есть несколько ведущих и системообразующих игроков. Ну, конечно, и ту, и другую Саманту наигрывают преимущественно на Лигу Чемпионов. Для Уралочки же Лига Чемпионов, скорее всего, выступит в роли такого полигона для тренировки и молодых, и не всегда имеющих опыта выступления в этом турнире игроков. Конечно, и с Канельяной, тем более с Фенербахча будет очень непросто. Тем более, скорее всего, матчи Лиги Чемпионов все равно еще пройдут при пустых трибунах. А их самый главный минус, да не то, что минус, а основная отличительная черта, это то, что фактор своего поля теряется. И, конечно, становится проще гостям. Иногда даже безразлично, какой ты играешь в площадке. Тогда, собственно говоря, все зависит как раз от поля, от каких-то нюансов. Площадки, ну, они везде одинаковые. Здесь в волейболе все-таки сложно что-либо придумать. Переворачивается у нас ситуация с видеопросмотрами. Если раньше у Карполя они работали, а у Гелезуддинова нет, теперь все с точностью да наоборот. Ну, с другой стороны, почему переворачивается? Технику-то не обманешь. Забивает Ксения Парубец. 2-2. Ну, кстати, впервые. Динамо так быстро удалось вырваться вперед. И чуть ли не впервые Парубец попробовала сыграть вот на таком блоке, слегка оттянутом. Но руки там сразу же не в ту сторону пошли. И подача Брисио, которая, пожалуй, да и большая сложность именно в этом элементе Уралочки создает. Все-таки с Фабри справляются. Действия Королевой на подачу вообще как-то особо не вспомнишь. Ну, а Мексиканг так удачно вводит мяч, что даже Смирнова, забившая несколько важных мячей, во всяком случае в первой партии, подпадает под двойной блок. Ну, вот как раз сейчас Веру Костючек вместо Ксении Смирновой Николай Карполь на замену и выпускает. Не рассчитала высоту, наверное, такой комментарий Николая Васильевича. Но преимущество Казани уже двукратное. Здесь заступа у Брисио не было, как бы не хотелось его заметить. Ну, и Ксения Парубец уже попадает в упор под блок Татьяны Кадочкиной. Ксения Парубец. И Татьяна по-прежнему самая результативная в атаке у «Уралочки», у «Динамо», а у «Уралочки» минус 4 и тайм-аут. Крайне спокойно опытнейший наставник «Уралочки» провел этот 30-секундный перерыв. Может быть, действительно понимают, что сейчас уже главную роль в игре. В этой встрече главную роль сыграют тот самый класс и порядок. Конечно, надо как-то бы побыстрее сняться с подачи Брисио, потому что и в предыдущей-то партии она создала тот самый необходимый рывок. Вот снимаются, потому что сумели построить хорошую связку. Далее Анисова точно в линию атакует, причем в то самое направление, куда вроде бы уже успели перестроиться и «Фабрис», и «Королева», от рук которой мяч в итоге в аут улетел. Но только так, только так, какими-то иногда примитивными, иногда кажущимися безнадежными комбинациями можно довести. А «Динамо» теперь уже действует так, как оно, наверное, привыкло всегда. Но вот он тот самый первый темп, который «Королева» завершает. Если «Динамо» как минимум очков пять еще первым темпом наберет, но хотя бы четыре, то оно практически решит эту партию. Куликова четвертое очко «Уралочки» приносит. Не дает пока сопернику слишком далеко оторваться. 4-7, три очка для женского волейбола. Это, в принципе, еще довольно-таки приемлемо. Тут еще Котова словно отмахнулась сейчас от мяча, как от назойли Воймухи. А отмашка позволила еще на одну очко отставание сократить. На «Тоненького» здесь, конечно, все было, но линию мяч в конце концов зацепил. Но это не совсем первый темп, однако «Уралочка» и с этой атакой не справляется. Растянули всех так, что пространство было и во второй, и в пятой зоне сейчас перед атакующим игроком. 5-8. Фабрис. Вот у нее сегодня серия подач еще не получалась. Вроде бы одинаково с Брисей они подают. Омкарполь даже сейчас подсказывал, что аут. Не стала сейчас Саманта атаковать. Перед Ксенией Парубе стройной блок выстроился. Брисия. И у ней силовая не получается. Костючек, чуть ли не первая у нее атака, но очень неподготовленная. Но Кадочкину в конце концов Котова блоком закрывает. Очень долго продолжался этот розыгрыш. Но Гелезудинов там все-таки еще не уверен. Может было касание сетки или заступ. Да нет, ничего там такого лично я не увидел. Но здесь вопрос техники. Елизавету Попову крупным планом нам показывают. Да, действительно, она и эмоционально команду завела. Потому что чувствовалось, что Женя Старцева и вот этих самых чувств, вот этой энергии как-то... не хватало. То ли, может быть, она не в самом подходящем настроении. Плюсы состояния, кондиции наверняка еще далеки от оптимальных. Но нашлась замена. Затягивается у нас пауза. Я напомню, что в этом году в Суперлигу из высшей лиги зашли сразу три команды. Как я уже говорил, Липецк, Тулица, Нижегородская, Спарта. Итого команд стало 14, было бы 15, только Сахалин снялся. Ну и возвращается прежняя двухраундовая система. Не было там никакого заступа, так что с таким трудом добытое шестое очко для Уралочки все-таки зафиксировано. Но хворит ли сил сейчас на хорошую подачу Богдане Анисовой, потому что передышку-то Гелезудинов давал своим. А насколько этим соперник грамотно воспользуется? Ну пока воспользовалась Кадочкина. Она тоже прекрасно понимает, что все забить невозможно. И когда-нибудь блоком ее обязательно накроют. Но если блок не особенно сложный, и получается сыграть поверх него, а у соперниц нет ресурсов на подстраховке, так зачем от всего отказываться? Ну Костючек от блока просто-напросто отыгралась. Здесь, наверное, и сами представительницы Акбарса не рассчитывали на благоприятный исход. Тем более там и прием был довольно-таки сложный. Но Таисии Коноваловой пока сегодня во всей красе себя проявить не удается. Ну скажем так, год назад в составе Сахалина она смотрелась, ну как минимум, результативнее. Но этому тоже есть простое объяснение. Там она хотя бы была мастеровить ей наголо у всех остальных. А Уралочка продолжает сокращать отставание. Восьмое очко Кондрашова хозяйкам паркета приносит. Сложный мяч забили. Там где-то, конечно, и Фабрис не доработала, выращиваясь от мяча. Но в эту волейбольную ловушку очень часто попадаются многие, даже профессионалы. Это такая рулетка с мячом. Костючек, что у нее на блоке, похоже, что-то начинает получаться. Кондрашо, Парубец, но вот в нужный момент Ксения забить умеет. Хотя, опять же, обратите внимание, и блок двойной. Хотя не туда в последний момент снесла руки Коновалова, и это позволило капитану Уралочки руки чуть-чуть зацепить. И, в принципе, с диагонали это сегодня Парубец забило, по-моему, четыре из восьми. Но на табло 9-9, и тайм-аут уже берет Гелезундинов. Уралочке толком так еще не удавалось ни разу выйти в счете вперед в этой партии, если не считать первого очка набранного в самом первом розыгрыше. Не, кстати, ошибается Котикова. Бриссия одной атакой могла все это нивелировать. И, в конце концов, не получилось в атаке. Работает блок, в который попадает Богдана Анисова. Еще один мощнейший блок Ирина Королева. Тут уже на радости готова была чуть ли не на руках носить Бриссию. Анисову здесь, конечно, пригласили в идеально расставленную ловушку. Ну, аплодисменты и радость, будем считать, что были сигналом ее захлапывания. Очень рискованно сейчас Вера Костючек пыталась сыграть поверх блока. И с таким трудом отыгранные четыре очка, по сути дела, снова вернулись. Ну что, расценивать это как пробу пера для Костючек. Что, если не получилось верхом? По-моему, каждая четвертая атака последней Уралочки неизменно не может обойти Казанский блок. И такой мяч подняли Динамовки. И Котову от души вложившуюся тоже закрыли. И против атаки Парубец у Бриссио нашелся контраргумент. Еще одна атака к синий. А вот здесь Фабрис хоть и разгадала намерение капитана Уралочки, но расстояния не хватило. 12-10. Но хватит ли сил? Эмоциями-то себя Екатеринбурженки, конечно, подзарядить сумеют. А вот он, еще один дополнительный плюс. Еще одна та самая дополнительная черточка в поле заряда аккумулятора. Нет, когда Елизавета Котова появляется на подаче, это ничего хорошего. Динамо Акбарс не сулит. И опять всего очко остается от преимущества гостей. А Котова еще один эй сделает. 12-12. Вот не получается у нее стабильно весь матч так действовать. И выход только один. Еще пару-тройку раз ввести мяч в игру, но здесь даже до той самой троицы дело не дошло. Много-много, конечно, Елизавета сейчас сделала, потому что не сотвори она хотя бы один эйс. Там сейчас преимущество было бы все те же три, а то и четыре очка. И с каждым следующим розыгрышем концовка оставляла для Уралочки все меньше и меньше шансов. Ну а сейчас, по сути дела, еще ничего не потеряно. Благо Бриссию блоком закрывают. Фабрис, правда, площадку попадает. Но 14-12. А времени еще много. Поповая не самая сильная подача. А Уралочке в кои-то годы удалось организовать первый темп, но мяч приземляется за. Однако Карполь просит посмотреть. У меня, кстати, тоже возникли сомнения, вот когда я ознакомился с тем повтором, который и вам самим, уважаемые телезрители, ну, интернет. А, там не аут, там касание блока смотрели. Касания не было. Ну и остался еще один тайм-аут с этой, ну, остался еще один челлендж у Карполя. Пока что на блоке его подопечные действуют удачно. Даже антенну слегка мяч еще зацепил. 13-15. Даже наш оператор пострадал. В голову ему сейчас прилетело. А в плане набранных очков пострадала казанская «Динамо». 15-14. Пока «Уралочка» цепляется, пока держит, что называется, «Барса» за хвост. И это не тот случай, когда отпустить его страшно. Если что-то боятся, то вообще лучше не выходить на волейбольную площадку. И попадание еще одно. На этот раз от Ксении Парубец. 15-15. Гелезудинов или не хочет тратить челленджи, хотя он еще ни один не использовал. Или просто сам все прекрасно видел и не спорит. Ну, чего уж греха таить. Защиту в этой расстановке «Динамо» не очень удачно построила. А вот Парубец справляется с атакой. И Фабрис. Фабрисе очень уверенно. Уверенно, хотя в последний момент она пробила не так сильно, как хотела бы. Тише, тише. Карполь все-таки решает использовать свой последний, наверное, челлендж. Ну, последнюю попытку. Если она окажется результативной, значит, повтор сохранится. Ну, как может, бьет игру на паузы. Ну, и крупным планом можете видеть татуировки Дарьи Пилипенко. Нет, не было заступа со стороны Кадочкиной. Да, больше нет видеопросмотров у «Уралочки». А тут еще новая беда. Подача Брисио. Которая не просто подает, но она еще и в атаке очко набирает. 17-е для своей команды. Причем не только сумела разыграть, но и перестроится-то очень грамотно под связку. Подающему-то всегда очень важно не перепутать свое место в атакующей линии. С трудом этот мяч Дарья Пилипенко поднимает. У Королевой, конечно, прошло не все. Зато Кадочкина. Кадочкина. Вот кто бы мог подумать, что сегодня от нее больше всего будет доставаться у «Уралочки». Здесь, конечно, ей создали довольно-таки комфортные условия для завершающей стадии. Ну, Брисио. Четвертую подачу. Третий заход. Четвертая подача. Здесь она, конечно, ее теряет. 18-16. Подача парубиц. Уралочки надо догонять. Других вариантов просто-напросто не существует. Справляется сейчас Куликова. Игра на стороне соперника. Даже Фабрис не безгрешна. Валерия Сафонова появляется у «Уралочки» на площадке под первым номером. Понятное дело, что для усиления блока держаться так или иначе нужно. И все же на одной только подаче Котовой выезжать. Но пока получается, что ее теряют медленнее всех. Марина Марюхнич, тоже в свое время выступавшая за «Уралочку», появляется вместо Таисии Коноваловой. Опытнейшая, аж 1982 года рождения. Вот даже мягкий удар Кадочкиной вроде бы позволил затруднить. Но атаку все-таки организовали «Уралочка». 18-19. Ну и, конечно, сейчас от этой концовки многое будет зависеть. Королева временно снял с игры Гелезудинов. Понятно, что как только посчитает нужным, он ее заменит. Ох, как с переходящим-то мячом «Уралочка» чуть не справилась. Брисия подстраховывает заднюю линию. Чехля мощнейшая атака у Анисовой. Все-таки аут. Все-таки аут. Бросит, естественно, Гелезудинов в челлендж. Ну а что? У него видеопросмотры только-только еще начинаются в этой партии. Естественно, здесь он ничего не теряет. Конечно, обидно, что соперник догонял-догонял и, в конце концов, догнал. Но к тому, что в каждой партии здесь будет равная концовка и борьба очков-очков, решат Гелезудинов готов. Поэтому его вот это где-то показная, где-то совершенно искренняя невозмутимость связана в основном и с тем, что пока нет каких-то серьезных поводов для недовольства. То, что Казань игру контролирует, и самое главное, контролирует себя и соперника, это точно. Уралочке все равно приходится действовать по принципу, что-то получится, что-то не получится. Ну, за счет эмоций, за счет эмоций и за счет удачной реализации и, конечно же, дисциплины и концентрации могут хозяйки все-таки дожать соперника. Ну, и дождаться-дождаться Котова и на подаче, хотя это произойдет еще не скоро. АПЛОДИСМЕНТЫ Интересно. Ну что, касания сетки не было, и очень интересная концовка нас ожидает этого сета. Предыдущий не получилось, только стоило Уралочке догнать, как соперник тут же еще добавил и оторвался на безопасное расстояние. Ухадочкина снова затруднила, как могла. Попова и Мариухничьи едва не столкнулись друг с другом. А здесь Смирнова и Парубец. По идее, должна была играть Парубец. Куда ты лезешь, обращается к своей подопечной Николай Карполь. На площадке, опять же, все иногда решают секунды. Фабрис. Не стоило, наверное, Котовой рисковать с обманным ударом. Но если бы она так не поступила, Казань не провела бы следующую атаку в аут и не позволила бы тем саму Уралочке снова сравнять счет. Она приближается, приближается. Там подача Котовой. Но до этого еще очередь Богданы Анисовой. Кадочкина здесь, впрочем, сама все решает. Неожиданно для многих Уралочка уже 21-20 в концовке вырывается вперед. При том, что у Николая Карполя еще один тайм-аут остался, а вот Гелезуддинов берет уже свой последний. Длинная сторона. И там то же самое, когда Сэм отдал. Длинная сторона у тебя здесь есть. Поехали, повнимай. Идем. Давай, давайте. Давай, девочки. Безусловно, в поисках вариантов и те, и другие. Потому что и пристреляться, и привыкнуть уже успели команды. И предугадывать те или иные действия. Вот был шанс у Кадочкиной. И казалось, там во второй зоне есть кому страховать. Но поверх блока она атакует, а Анисова, Анисова заваливаясь на спину, мяч слегка зацепила. 21-21. Ну, все равно вряд ли бы Уралочка его достала. Так что, наверное, здесь особенно переживать и не стоит. В конце концов, подача Кадочкиной все равно не самая сильная. Другое дело атака. Другое дело атака, особенно если Татьяна взлетает над самой сеткой. Ну, тут уже и у Карполя есть что сказать своим подопечным. Я говорю то, что она чувствует темп. Так ей пасовать нужно, чтобы этот темп она чувствовала. Внимательно. Правильно ей пасовало, только нужно было дать хорошим. А ты дала очень широко, два с половиной метра, почти три. Она вышла не в темп. Ты стараешься прыгать с разбега. Тогда будешь висеть и будешь делать все. Прием! Давай подожди! Покажу! На этой раскадочке Нарисковать не стала Хотя и планер у нее не самый приятный И удачный блок от Елизаветы Котовой 22-22 Следующая очередь подавать ее Но сначала Алена Кондрашова Но до подачи Котовой что-то подсказывает Дело обязательно дойдет Ох, какой блок синий парубец Да какой нужный момент И одну ее сейчас оставили Фактически против Фабрис Котова, конечно, рядом находилась Для постраховки Но стык все равно организовать было Сложновато Тут еще сталкиваются между собой Две волейболистки Казани Но настоящей палочкой Выручалочкой выступает Брисси Здесь она уже всех переиграла Ну а там сколько ни атакую В четвертую зону Все равно с таким ударом Справиться очень сложно На счастье На счастье Уралочки Брисси еще не скоро На подаче появится В этой партии Может быть вообще Больше не появится Коновалова Наверное не самый неприятный оппонент Ксения, конечно, поднимает Не сразу И Смирнова Смирнова атакует Результативно Все-таки первый сетбол За Уралочкой 24-23 Котова Ну не момент истины, конечно Но момент подтверждения стабильности И оправдания хотя бы Объективных ожиданий Нет, Бриссио пока Закрыть никак не удается Она и блок зацепила И на задней линии Там почти никому шансов не оставила 24-24 Ну видишь, как повезло Здесь просто повезло, конечно Уралочки, но везет тому, кто везет Мало того, что мяч задержался на тросе И упал туда, куда нужно Нужно его еще и подобрать А Ксения по Арубе здесь рассчитала все И расстояние, и высоту, и скорость И еще один сетбол 25-24 Дальше Дальше больше Дальше подача Смирновой Но насколько сложные атаки Уралочка завершает так, как это было нужно Настолько же в простой ситуации втыкается в трос Ну пока в самой лучшей традиции Между этими командами Встреча проходит И вновь Парубец Только на сей раз ее попридержали у сетки Смирнова подняли А вот с переходом мяча Казани снова не повезло Богдана Анисова отскок подкараулила Очень даже профессионально Но там главное было сетку не задеть Для этого Дана все-таки Настоящий профессионал Ну что подача Парубец Третье сетбол у Уралочки В этой партии Которую она в какой-то момент казалось Не вытащит вообще Но и сейчас до сих пор еще Непонятно Как долго все это продлится Забивает Королева Которая большую часть этой партии Просидела на скамейке запасных Но 26-26 Набрала Ирина силы Эмоции Первый темп Но закрывают Анисову В угол правда ее загнали Подряд два розыгрыша Но вот нужный момент В нужный момент Кадочкиной все-таки Поставили неразрешимую задачу А Николай Карполь все равно Недоволен Он к самому краю площадки Сейчас подходит И несмотря на то, что Сетболову команда Заработала Все равно высказывает Претензии Кому Правильно отдавать Передачу Но в этом весь Профессионализм Метро А да собственно Что тут комментировать Защитит Да какой мяч Уралочка сейчас Чуть не подняла Он ведь едва Не опустился В площадку Был бы у Карполь Челлендж Он может быть Попросил бы посмотреть А не зацепил ли там линию Хотя арбитр Находился рядом 27-27 Фабрис Так там и до Брисио Недалеко И опять едва не помешались Котова забивает 28-27 Пока вот в этой перестрелке Сетболов Уралочка все время Выходит вперед Казани никак не удается Полидировать Богдана Анисова У тебя эйсы Которая в предыдущих партиях Добивала Котова Все равно нужно Так или иначе Воплощать Но вот может быть здесь Получится уралочкой Зацепиться Побороться Смирнова Брисио Это какой мяч достает Ну если Казань Сейчас доведет Его до ума Есть Есть возможность Для атаки Фабрис Ну тут вся скамейка Динамо Акбарс Уже просто Во главе с массажистом Администратором Радостно Зааплодировала Брисия Брисия Просто великолепно Брисия и Кадочкина Одна спасает Вторая подает 28-28 Ну а тут и Котова Блоком закрыли 28-29 Да уж просто Действительно Какой-то Сумасшедший Контроль мяча Со стороны Брисия Которая По-моему Сегодня В каких-то Явных Решающих Ошибах Не допускает Ну совсем с нулем Такого процента Отыграть Наверное Невозможно Вот и сейчас Она Оставляет свою команду Без атаки Соответственно Дарит Уралочке Шанс И Котова Им воспользовалась Площадку Не попала Но Блок Зацепила 29-29 Кто выиграет Эту партию Тот скорее всего Забирает Весь матч С другой стороны Хотите что-то Предсказать Относительно Женщин Пусть они Двоим Посмеются Вот Уралочка Возвращает Себе Сетбол Уже до счета 30 Дело доходит Ну так мы точно Сейчас Дождемся На подаче Брисию Либокотову Ну вот шанс Для Уралочки Смирнова Попадает 31-29 И Уралочка Просто в невероятной Борьбе характеров Вытаскивает Третью партию И уже точно Наберет хотя бы Очко В этом матче Но думаю что Подопечные Карполя Настроены на то Чтобы более чем Одним баллом Свою копилку Сегодня Пополнить Ждем Четвертый сет КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий сет. Самый продолжительный пока в этом матче. Потому что тут и власть постоянно менялась. И отыгрывались, и вперед выходили. И спасения были сумасшедшие. Особенно в этом усердствовала Саманта Бриси. Мексиканский новичок команды Динамо Акбарс. В общем, в последний момент все, наверное, решил характер. Решил характер, которого у Ралочки оказывается очень даже много. Ну а сейчас мы проверим, насколько верен тезис о том, что кто берет вот таким образом сложившуюся третью партию, тот забирает все. Winner takes it all. Указание остается на площадке Марьюхнич. При этом Ирину Королеву и Решат Гелезудинов теперь тоже не меняет. Нет, Марьюхнич все-таки временно отправляется на скамеечку запасных. Ну, потому что Либера на площадке присутствует. Анна Котикова. Также остаются и Брисия, и Фабрис, и Попова. Ну, Евгения Старцева, судя по всему, играть уже не будет. Она сейчас мимо меня как раз прошла в раздевалку уже в спортивном костюме. Ну, пользуясь случаем, хочется все-таки пожелать Евгении здоровья и скорейшего восстановления. А Уралочка набирает тем временем первое очко. В третьем сете закрывает блоком Попову. И хотя Королева вроде бы успела спасти этот мяч, но затем просто внесла его в сетку. Следующая комбинация. Диагональ на Брисии. И вот Брисию уже тоже научились закрывать. Здесь, конечно, Анисова просто-напросто до конца бежала отрабатывать этот мяч. Там уже неважно, кто атакует. Просто приземление не допустить. Здесь Фабрис. Удар-то какой слабый получился. Однако по пути он успел задеть всех, кого угодно. Но какой мяч, что в игре пару бед составляет после отскока от Анисовой. Но это досадный парадокс. Когда, спасая сложный мяч тебе, не удается разобраться с более простым. Потому что где-то не добежали, где-то не успели. Элементарно не доработали. Здесь еще и Кристина Курносова ошибается в приеме. Хотя команда АУ тоже прозвучала. По-моему, когда Николай Карполь говорит со скамейки АУ, значит так оно и есть. Парубец в угол. Но там Котикова все-таки сумела поднять на дальний. Брисио пока обе атаки в этой партии не проходят. Кондрашовой, конечно, здесь приходилось непросто. И Ксения точно в угол. 2-2. И хотя Брисио показывает, что было за. Гелезуддинов к арбитрам не обращается. Значит, спорить, а тем более смотреть не собирается. 2-2. Ну вот Котова. Видимо, ее запас удачных подач во втором сете закончился. Ну и Николай Карполь заодно сейчас подсказал подопечный, что все-таки готовится. Настраиваться нужно на подачу. Ну, может быть, когда Уралочка действует не благодаря, а вопреки от противного, это к лучшему. Но проблема Бриси по-прежнему пока остается неразрешенной. И хотя на общем ходе матча даже такая результативная активность мексиканки не очень-то и сказывается, но игра проходит так, что перевернуться все может абсолютно в любой момент и в любую сторону. Очередная силовая. Выбивает Либера. Но здесь Ксения и Парубец, конечно, браво. Перетерпела она этот очень сложный мяч. И там еще и за антенны, да еще и когда Фабрис перед тобой вырастала. Она не столько здесь подвижностью, сколько габаритами могла перекрыть Ксении весь обзор. Но справилась Парубец, точно в угол попала. Брисио по центру накрывают. Но Королева здесь, можно сказать, легкую добычу организовали. В такой ситуации говорят, они такие мячи забивают на завтрак. Ну, сейчас время ужина. Будем считать, что и такое название трапезы подойдет. В этот раз чуть-чуть не докрутила Королева и двукратным преимущество своей команды сделать не сумела. Ксения два очень важных очка набрала для команды. Пока не могу точно сказать, насколько у нее сегодня хороший процент попадания. Танисова на блоке заработала. И снова подцепив, смягчили атаку Парубец. Она специально сильно атаковала, рассчитывая, возможно, выбить Брисию. Эти расчеты не оправдались тогда, как Фабрис осуществила все то, что задумала. Точно в площадку от рук блокирующих и 4-6. Морюхнища два очка не набрала сейчас. Акадочкина-то какой мяч подняла. Брисия, ну, здесь ей неудобно было вторым темпом атаковать. Зато Ксении Парубец все чаще и чаще удается оказаться на той позиции, которая ей удобна. Да, был у нее, конечно, неудобный ее отыгрыш от блока. Но здесь Морюхничи и Кадочкину она обыграла довольно-таки четко. Саликова. Сафонова. Битва не помог трос. Но здесь Морюхнич запуталась, потому что она сначала хотела сыграть, потом просто помешала. Без алимента везения здесь, конечно, тоже не обошлось. Без! 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 Антенна цепляет мяч, и это тоже очко в пользу «Уралочки». Хватает, конечно, в действиях хозяек ошибок, где-то не совсем согласованных действий. Но стараются, бьются, и за это еще и от удачи получают от везения такой своеобразный бонус. Не искупить ее по расходу, да? Сами себе, ложим и ложим. Есть прием. Хорошо, раскидали. По длинной сторонам. Нормально, все проходит. Контр-атаку, повнимательник, смотри. Сразу запоминай, кто стоит на передней линии, где. Как работа должна проходить. Понятно? И только если тебе уже совсем неудобно, давай удобно передашь, товарищи. Ну, ты видишь, и от Гелезудинов уже порезче, пожестче. Своими подопечными общается. В голосе это не очень слышно. Но достаточно только посмотреть в глаза опытнейшему наставнику. Мариухнич, 7-7, сравнивает счет. Четко атакует Ксению Парубец, которая еще по юношеским, по детским соревнованиям играла, когда Марина Мариухнич была одним из основных игроков Уралочки. И здесь, конечно, опыт серьезный. Здесь Мариухнич уже присутствием, помогает Казани набрать очков. Статистики здесь будут зафиксированы удачные действия на блоке со стороны Брисы. Брисио. 8-7. Анисова отвечает уверенно, прямолинейно, но по-рабочему. Трудно сказать, не проиграя Уралочка в предыдущем туре Липецку, продемонстрировала бы она сегодня такой характер и недостаток сил компенсировать теми самыми эмоциями. Еще бы с Брисио разобраться. Королева там успела кому-то то ли навтыкать, то ли просто подзадорить. В счете-то как-никак Динамо Акбарс ведет. Цепляет Королева блоком. Слепую очень много действия у Уралочки. Вот вроде бы не должна играть мяч, не должна его касаться. А руки иногда словно на автомате вытягиваются, двигаются вперед. И снова Николай Карполь вынужден брать тайм-аут. Хотя два очка его подопечным сегодня приходилось отыгрывать не единожды. Не удалось послушать наставника. Пока еще к видеопросмотрам в этой партии не обращались. Смирнова, которая давненько не забивала. Девятое очко в этой партии Уралочки сейчас приносит. И второе подряд удачное действие Ксении Смирновой на сей раз на блоке. Такая вот неплохая дуэль у них образуется с Татьяной Кадочкиной в плане не только набранных очков, но и то, что они все чаще и чаще друг против друга на блоке оказываются. Кондрашова затрудняет. Бриссиус мягчает. Кто будет завершать? Анисова. Мяч переходящий. У Уралочки есть возможность вперед вырваться. Смирнова нет аут на этот раз. Но три подряд атаки. Хотя Ксения почти каждую завершала нет по придумке, не по заказу, а именно потому, что просто нужен был завершающий удар. Пока конкретно под Смирнову не каждая комбинация выстраивается. Ну, может быть, потому, что еще не все понимают, и она сама-то еще пробует себя. Вот здесь понятно, что каждому охота из центральной зоны атаковать, когда перед тобой не то, что либо чистая сетка, либо одиночный блок. Ну, сейчас блок-то миновать удалось, а Котиковой там достается. Котикова, а вот Котова. И как раз Котова в Котикову-то и подает. Гримаса досада на лице Богданы Анисовой самый лучший комментарий и оценка этого эпизода. Не получилось, да и стоило ли оно того. Ну, не скажу, что решающий момент, потому, что Уралочка и 4, и 5 очков в предыдущей партии отыграла и вытащила. Но Брисия при вводе мяча в игру это сегодня главный источник создания необходимого отрыва для Казани. Правда, чуть ли не впервые удается ее атаку затруднить, а уж сняться, а уж сняться однозначно впервые с первой попытки, с первого же захода. 12-12. Догонять Уралочки сегодня не привыкать. Может быть, даже хорошо, когда она постоянно в роли преследователей находится. Снова нет атаки у Казани. Снова Анисова по центру. 13-12. Лидерство тоже необходимо, хоть оно частенько и расслабляет. Но не вести в счете нельзя. В конце концов, оно необходимо не для расслабления, а для уверенности. Если ты расслабишься, то дискредитируешь себя, пусть и на мгновение, как настоящий профессионал. Анисова долго выбирала сейчас расстояние, потом шаги. А Кадочкина, которая очень давно не забивала, получила возможность провести атаку по линии и точность не подвела. 13-13. Здесь все придумали четко, но действия Брисии на задней линии разрушили первый темп Уралочки, а в контратаке Динамак Барс снова своего добивается. Очередная удачная атака Кадочкиной и Ирина Королева, которой пока сегодня не удается запомниться на подаче. Ну и вот очередной она снова теряет. 14-14. При этом у Николая Карполя вновь возникают вопросы к поведению подопечных. Какая же равная игра сегодня. Как достойной соперницей друг друга. Как этот матч достоин самой высокой стадии плей-офф. Как будто команды все-таки встретились между собой в финале, до которого они наверняка дошли бы в конце марта, в начале апреля, если бы не всем известная эпидемиологическая обстановка. Которая, кстати, затронула Менчанку, в которой обнаружили заболевшего игрока. И в результате белорусской команде засчитано техническое поражение. Обменялись тем временем Королевой паруби с потерянными подачами. Счет по-прежнему равный 15-15. Фабрис аут. Серия ошибок продолжается. Отправляет Карполь передохнуть Дарью Пилипенко. Ну, Анисовой уже пора что-то придумывать, потому что все ее атаки на заднюю линию с расстановкой Брисии читаются с закрытыми глазами. Вот сейчас наступает такой момент, когда без импровизации, без каких-то неожиданных ходов у Ралочки не обойтись. Вот здесь от Анисовой диагонали влево, наверное, не стоило ожидать. Правда, это удачное действие может нивелироваться, если там сейчас решетки Лизудинов найдет запрошенное им касание сетки или очередной заступ. Но сейчас вот эти шахматы с видеоповторами скорее всего еще какое-то время нас хоть и игры оставят. «Старк» 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 Не было касания сетки, как, собственно говоря, игры на стороне соперника. 17-16. Вот здесь Кадочкиной тоже не повезло. Хороший удар все-таки придумала Богдана Анисова. Во-первых, блок обвела. Конечно, напрямую в Кадочкину таким образом попасть бывает сложновато. Последний тайм-аут в этой партии решат и Гелезуддинова. Люди просто нападают, как идут, так и нападают. Вцепиться. Поехали, отпадать начнем. Ну здесь и добавить нечего. Разве только что... Если сейчас в какой-нибудь программе пририсовать решату Гелезуддинова лицо Владимира Олегна, то никто подмену и не заметит. Вспоминается эмоциональная речь Владимира Романовича в финале Олимпиады в Лондоне, относительно которой потом и президент России высказывался, и в личном телефонном разговоре, и потом на встрече в Кремле. Ну или яркая речь Олегна в прошлом году, когда «Зенит» проиграл таки финал Лиги Чемпионов, и впервые с 2019 года нероссийский клуб оказался лучшим в главном клубном турнире Старого Света. Ну подействовал тайм-аут, по крайней мере. Первый же розыгрыш после него «Динамак Барс» завершает в свою пользу. Коновалова. Так-то по-хорошему не только к атакам, но и к подачам. У Гелезудинова наверняка сегодня могут быть претензии, потому что помимо Брисея никто ничего затруднить не может. А здесь и ее руки, блокирующий. Ничего не смогли сделать Ирину Жекоролеву. Богдана Анисова просто-напросто прошила. 19-17. Ну а Фабрис, в свою очередь, беспрепятственно попадает в тот край площадки, куда она метила. Эмоции наставников. Да, я представляю, что бы здесь происходило при заполненных трибунах. Попова. Вот у нее чуть ли не впервые хорошая такая силовая проходит. Брисея сегодня в защите. Поднимает практически все. Ну а Кадочкина накопила злость после того, как ей в голову мечом прилетело. И опять преимущества у Уралочки нет. 19-19. У Карполя, конечно, еще есть тайм-аут. Но он все очень и очень аккуратно сегодня расходует. И тем более Попова тут же теряет подачу. 20-19 концовка Котова. Может быть, ее предыдущий неудачный серф все-таки был исключением из правил. Ну, по крайней мере, добить удалось. И закрывает сейчас Ксения Парубит с блоком Брисео. Только вот мяч в аут отскакивает от этого блока. Ну и решающий момент. Вот теперь уже точно решающий. Снимется сейчас Уралочка быстро с подачи Брисео. Все, что угодно может произойти. Но поскольку средняя продолжительность подачи Мексиканки 3-4 за хода. Сами посчитайте, сколько нужно команде для того, чтобы взять этот сет Смирнова. Нет, там все-таки успела Фабрис. Кадочкина. Ее вдвоем закрывают. А против Королевой никого не оставили. И брейковое очко все-таки удается Брисео. Брисео своей команде принести именно Динамо Акбарс. Первым уходит на третий десяток. 21-20. Но чуть ли не впервые. А вот заметили, что перед тем, как вводить мяч в игру, Брисео как-то поколебалось, сторону качнулось. Лишний шаг сделала. Обычно-то она уверенно. Словно с каким-то оптическим вмонтированным в мяч прицелом играла. Сейчас ничего этого не было. Смирнова. Вот Королева в концовке заработала. Три очка подряд. И сама же идет на подачу. Причем забивает своей любимой позицией. Центра сетки. С Афонова здесь, конечно, шансов не оставили никаких. С трудом Курносова успевает. На Смирнову сразу же вылетает двойной блок. Коновалова чуть ли не первая свое очко на блоке сегодня набирает. 23-21, ну и вот где Николаю Васильевичу последний в этом сете перерыв пригодится. И снова, снова просто благодарность Николаю Карполю за такой удачный. Вот получается даже, что аналитический экспресс, комментарий, экспертное мнение по ходу матча. Но иначе тут ничего и не скажешь. Редко, кстати, когда... Вот я впервые слышу, чтобы Николай Васильевич говорил подопечно. Я раньше смотрел, стоял, любовался. Но тут совсем уже досадный эпизод, когда... Мяч приземляется от Богдана Анисовой в площадку. Халявный эйс от Ирины Королевой. Три сетбола. Переходящий мяч. И этот, как минимум, Уралочка должна отыгрывать хотя бы один. Сафонова это и делает. 22-24. И Ксения Парубец. Теперь уже без вариантов. Капитан решает. Рисковать не стала. Переходящий был близок. Цепляет Пилипенко. Анисова последняя. Снова Дарья Пилипенко оставляет Уралочку в этой партии. После сумасшедшей просто атаки Брисия. Закрыли Фабрис. Ее вторая попытка. И здесь без вариантов. 25-22. И все решится в пятой партии. Наверное, в этом есть какая-то относительная справедливость. Потому что в концовке, после такой... Возможно, многие пессимистично оценивали перспективы Уралочки. И то, что дело дойдет до пятой партии. Но обратите внимание, пока догоняет исключительно Казань. В том числе и по сетам. Ну, сейчас уже догонялки закончатся. Потому что шестой попытки уже ни у кого не будет. На то, но и количество нечетных партий. Сафонова вместо Куликовой на блок. Кондрашова, естественно, остается у Уралочки как основная связующая. Ну и Ольга Бирюкова, которая сегодня пока еще не сыграла. Давай-давай девчули сейчас вот так подбатривает подругу по команде. Сейчас решатся вопросы с заполнением протокола. Все, судейский столик показывает, что можно продолжать. Продолжать, возобновлять. Завершать, завершать в любом случае. Партия однозначно последняя. И первая же атака у Уралочки в аут. Ошибается Елизавета Котова. И вторая подряд ошибка. Теперь же Ксения Парубец атакует. Вау, да уж не самое лучшее начало для Уралочки. Карполь там, правда, тайм-аут. Челлендж попросил на предмет касания блока. Потому что относительно места приземления мяча тут сомнений никаких. Аут глубокий. Уралочки ближайший матч. В это воскресенье в Туле с местной Тулицей. И, кстати, эльсимбургским болельщикам я напомню, что его можно будет посмотреть не только в интернете на телеканале Тивистарт. Но встреча также еще и состоится в специальной спортивной зоне в торговом центре «Мега». Там уже был организован показ матча с Липецком. Кстати, эту встречу сейчас тоже наблюдают. В одном из самых популярных торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Так что в это воскресенье матч против Тулицы. Первый выездной для «Уралочки». Ну, поскольку первый с Липецком они провели в Нижнем Тагиле. Вот так вот три стартовых тура, три разных города. Не было касания блока. А здесь еще такой двойной отскок от сетки. И все равно мяч падает в площадку. Но только с четвертого розыгрыша первое очко набирают. К тому же Татьяна Селютина вышла на позицию пасующей. Молодая, 2002 года рождения. Кстати, я говорил, что у Веры Костючек 27 сентября день рождения. Совсем недавно, в этот понедельник, 21 сентября были именины у Елизаветы Фикисовой. Но она пока сегодня на площадке не появляется. Парубец. Руки блокирующих просит сейчас проверить Николай Карполь. Действительно, там отскок наводит на подобные мысли. Ну, потому что иначе придется снова его команде демонстрировать чудеса характера. И спасать, казалось бы, безнадежную ситуацию. А сколько их еще будет по ходу сезона. Для Уралочки. Тогда как Николаю Карпольу, конечно, хочется, чтобы наоборот. Его девчонки создавали в сложности сопернику. Субтитры создавал DimaTorzok Касание блока зафиксировано. 3-2. 3-2. И Уралочка готова. Снова вернуться в игру, как если бы ничего и не было. И как отменно действует сейчас в центре сетки Валерия Сафонова. Казалось, там в ситуации с Королевой и Поповой очень сложно было сориентироваться. И еще и правила не нарушить. Ну и Елизавета Котова. Вот удалось затруднить, оставить соперника без атаки. Но это еще только полдела. С атакой Сафонова и Казань справляются. Дальше Котова уже сама работает в связке. Смирнова. В последний момент Кадочкина такое ощущение, что с собственным телом все смягчило. Но доводка не самая удачная. В результате мяч летит в аут. И Уралочка 4 подряд. Мяча выигрывает. Причем в аут-то бьет не кто-нибудь Абрисия, которую мы хвалили, отмечали. Самыми разными способами, разве что только непочетными грамотами мексиканского народа. Но вот недаром нам сейчас ее крупным планом показали. Мяч еще раз. Вау, едва не улетает. Брисия на сей раз его спасла. Очень хороший шанс для Уралочки. Но здесь есть Ирина Королева. Есть Ирина Королева, которая всегда готова подстраховать. Одной рукой, одной правой она сейчас лишила Уралочки. Казалось, уже выигранного мяча. Брисия на подаче. 4-4. И в итоге от нее же мяч и улетает. Там руки блокирующих, правда, все равно зацепило. Поэтому у мексиканки не было другого шанса. Да, вот видите, причем там задело всех и Фабрисы, Королеву. 5-4. Теперь Казань догоняет. А Уралочки бы оторваться. Даже здесь могла Кондрашова этот мяч сейчас спасти. Там и подсказывали. Казань, что делаешь? Куда лежащий, блядь? Планер от Королевой. Но даже он оставляет Уралочку без атаки. А тут у Курносовой. Отскок такой, что... Николаю Карполю стоило больших эмоций сейчас, больших усилий, чтобы не выйти непосредственно на площадку. Но насколько вроде бы простые иногда в теории мячи Уралочка пропускает, настолько же оригинальные комбинации превращают набранные очки. И вот Ира Королева, сейчас ее поменяли. Она сама, вернувшись на скамейку, по-прежнему пытается понять, что же произошло в этом эпизоде. Показывает, где, когда, насколько она там удачно-неудачно действовала. Кадочкина. Давненько тоже она не забивала. 7-6. Не успевает Фабрис. В Котикову все чаще и чаще начинают действовать. Держится Либера. К Брисе вроде бы уже ключи подобрали. Но там такие мощные атаки по линии. Однако Пилипенко так просто не выбить. Если бы не помешали здесь сейчас Кондрашова друг другу со Смирновой. Динамо в свою очередь мешает. Сетка Анисова поверх тройного блока. Спевает Попова. Кадочкина попадает. Но и здесь-то тоже. Казалось бы, тройной блок. А кто должен был страховать четвертую зону? В результате чего передачу-то вели. Ну и настолько увлеклись командой игрой, что забыли после восьмого очка набранного кем-либо смена сторон. Там сейчас едва тележками не столкнулись. Да, очень тяжелая игра. Правильно говорил в одном из предыдущих перерывов Николай Карполь. Все устали. Никто не железный. Но это не означает, что всегда нужно надеяться на наличие этой усталости в сопернике несколько больше, чем у тебя. Не попадает Фабрис. Но это позволяет Уралочке еще только на очко к сопернику приблизиться. Но однако минус три сегодня отыграли. Остается только одно. Два с половиной часа уже продолжается матч. И по-прежнему закончится. Закончится он может как угодно. Не успевает Смирнова. Динамо восстанавливает. Преименция в два очка. Там просто чуть влево мяч пошел. Конечно, Смирновой. И судейская вышка отчасти помешала. Но никто не мешал занять другую позицию. Рисковала Ксения Парубец. Пропуская эту подачу Татьяны Кадочкиной. А здесь расступайся, не расступайся, смыкайся, не смыкайся. Но сделала выводы из нескольких ошибок предыдущих розыгрышей Брисе. И попала туда, куда нужно. Перелетела была сейчас Смирнова свою оппонентку. А вот в тот момент, когда действительно нужно было подниматься и оказываться на одном расстоянии, на одной высоте с Брисея. Ксения, вот обратите внимание, она это сделала чуть-чуть пораньше. И Брисея аккуратно зацепила пальцы. Однозначно лишая надежды, хотя бы даже на видеопросмотр. Потому что с задней линии такой мяч однозначно бы поднять не смогли. Парубец по центру, но Кадочкина на сей распринимает спокойно. Брисея и таким приемом могла забить. У Смирновой шанс. И здесь она снова высокий мяч. Вроде бы под себя подработала, но при этом поверх голов передней линии перебросила сразу всю площадку. Тайм-аут у Карполя. А ты куда пасуешь? А Смирновой дал мяч. Я разрешаю ей посылать. Я не разрешаю Таня посылать. Я ей разрешаю. Ты посылал, а ты послешь. А сейчас не даешь пас. Почему? Когда мяч у Антали был, ты давай ей. Который нельзя было. 12-8. Конечно, сил немало потратила Уралочка сегодня. Все-таки два пятисетовых матча за пять дней. С учетом того, что они еще по разному психологическому сценарию складывались. Девятое очко Смирновой. Но здесь все просто. Нужно было попасть в площадку. Нужно было попасть. И Ксения, до этого допустившая две ошибки, попадавшая под перекрытие, все-таки справиться сумела. Получится ли у Кондрашовой подача? Здесь помог заступ. Потому что Королева не стала атаковать первым темпом. Она чувствовала, что Кадочкина сзади поднимается. Специально уступила. Но она же не может увидеть, есть заступ или нет. Глаз-то на затылке, как говорится, нет. Вот, пожалуйста, тот самый заступ. И тут уже вопросов никаких. Но Кришату Гелезутдинову уже вернулся. Его прежний такой спокойный, где-то даже может быть доверительный тон. Как будто речь идет просто об обсуждении каких-либо бытовых вопросов. А не о долгожданной победе в Екатеринбурге на одном из своих принципиальных соперников. Ну, не знаю, насколько, конечно, Уралочка для Казани принципиальный соперник. Одиннадцатый очко. Здесь мяч зацепил сетку. Ирина Заряжка, Ирина Королева, по мнению арбитров, его все-таки слишком долго держало ладонями. Ну, почти. Почти догнали, почти достали. Но в том-то и дело, что почти не считается. А атака Фабрис считается. И Казань оказывается всего в двух мячах от победы в сегодняшней встрече. А теперь и в одном. Теперь Богдан Анисов не успевает к этому мячу. И сразу три матчбола у Динамо. Естественно, Карполю ничего не остается делать, как взять свой последний тайм-аут. Он прекрасно понимает, что сейчас нужно сниматься, а там уповать только на подачу. Шансы, конечно, еще есть у Уралочки, но теперь права на ошибку нет. Попова. У нее, конечно, подача не самая приятная, но в то же время и не самая стабильная. Поэтому вариант съемок, конечно, есть. Нет, даже этого шанса Елизавета Попова Уралочки не оставляет. Да, достойно, достойно сегодня бились подопечные Николая Карполя. Выиграли первые и третьи сеты. И все-таки тайм-брейк второй подряд остается за их соперником. Вторая подряд победа Динамо Акбарса. И второе подряд поражение Уралочки в пяти сетах. После двух матчей у Екатеринбургской команды два очка. Мы из эфира не уходим. Через какое-то время будет интервью с наставниками команд. А потом еще раз посмотрим самые интересные моменты этого, безусловно, захватывающего и изобиловавшего шедевральными розыгрышами поединка. А пока Казанская Динамо с победой. Продолжение следует...